Казахстан Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем он отличается от старого и в особенности, что хорошего или плохого несет этот новый формуляр для обычных казахстанцев, обычных потребителей? Вообще, казахстанский национальный формуляр, как и любой формуляр, это перечень тех препаратов, которые могут использоваться. И в частности, вот сейчас эта редакция формуляра предусматривает содержание препаратов, которые сейчас отпускаются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Вообще, формуляр у нас в стране существует уже много лет, с 2009 года. Принципиальной разницей нового формуляра, создание которого утверждено в декабре, а сейчас уже есть приказ о том, что он должен всеми использоваться, Принципиальной разницей является то, что в этом формуляре содержатся только те препараты, которые имеют доказательную базу. То есть те, эффективность и безопасность которых доказаны объективными клиническими исследованиями, а не опираются на те данные, которые зачастую нам дают фармацевтические компании или реклама. Следовательно, в новой редакции формуляра, а это совершенно новая по заданию Минздрава и Министерства здравоохранения и соцразвития нашей страны, специально созданная группа экспертов, в том числе с привлечением иностранных специалистов в этой области, была создана новая редакция, где каждый препарат прошел строгую-строгую проверку на то, может ли он вообще существовать. Но нужно сказать, что, к сожалению, в настоящее время, по данным разных источников, от 40, некоторые говорят, даже до 80% препаратов используются в повседневной практике, которые не имеют доказательной базы. То есть это препараты пустышки. Мы уже неоднократно говорили в этой студии и в рамках других программ, мы говорили о том, что нет препаратов, которые действуют на вирусы заболеваний органов дыхания и гриппа, нет препаратов, которые повышают иммунитет, улучшают память, способны восстановить функцию суставов и так далее и тому подобное. Это огромная группа препаратов. Я думаю, что сейчас мы готовим новый проект совместный, и у нас будет время еще раз и неоднократно говорить об этом. Сейчас наша задача по заданию Минздрава и семинар, который проходил для медицинских работников в пятницу на эту же тему, по заданию нашего министра конкретно проводится информационная кампания с тем, чтобы довести положение формуляра, задачи формуляра, цели, которые ставятся перед собой для не только медицинских и фармацевтических работников, но и для всего нашего населения. Потому что, прежде всего, потребители должны знать, а какие препараты им назначают, а нужны ли они, а стоит ли тратить огромные деньги на приобретение различных препаратов, которые, ну, в общем-то, без которых можно обойтись, а иногда и они приносят даже совершенно не тот эффект, на который мы рассчитываем. Так вот, нынешняя редакция формуляра, она содержит, как я уже сказала, препараты с доказанной эффективностью, а, следовательно, из этого формуляра были исключены те препараты, которые раньше там, к сожалению, содержались. Но я могу назвать несколько наименований, которые у всех на слуху и к которым население очень привыкло. Это октовиген, эссенциали, церебролизин, кортексин, различные, как я уже сказала, иммунопротекторы, различные вифероны и прочие препараты. Их много, более 160 препаратов исключены были. И я хочу, обращаясь к нашему населению, к гражданам нашего города, сказать, что это делается только для вашего блага. К сожалению, сейчас проблема, которая у нас перед здравоохранением, перед нашей страной стоит, это не недостаток препаратов, а наоборот, избыток и огромное потребление лекарств, которые во всем цивилизованном мире уже давно не употребляются, потому что в их применении нет смысла. Население у нас очень привыкло лечиться. Мы тоже неоднократно об этом говорим, что зачастую необходимо просто изменить образ жизни и ни в коем случае не прибегать к капельницам постоянным по поводу и без повода. И сейчас значительно будет ограничено количество вот этих процедур, потому что эти процедуры должны применяться только по жизненным показаниям, только тогда, когда иначе помочь человеку нельзя, а не потому, что у кого-то заболела голова, нога или еще какое-то место. У нас мы привыкли, забывая о том, что во всем мире существует статистика, почему-то у нас как-то мало об этом пишут. Если мы говорим о том, что на первом месте по причинам смерти заболевания в сердечно-сосудистой, затем онкологически, то на третьем месте пишут американские исследователи и многие другие. Это именно побочные эффекты лекарств, потому что зачастую человек умирает от воздействия лекарств, а это списывается на то, что он умер от того заболевания, по поводу которого его лечили. Вы все прекрасно знаете о множестве аллергических реакций, которые приводят пациентов в отделение, в стационары или просто как-то справляются. То есть наша задача сейчас жить так, как живет весь цивилизованный мир, потому что Всемирная организация здравоохранения неоднократно предупреждает, что если не будет наведен порядок с лекарствами, особенно с антибиотиками, я хочу обратить ваше внимание, уважаемые земляки, на то, что антибиотики не помогают при вирусных инфекциях. Сейчас будет, естественно, осень, всплеск заболеваемости. Не помогают они при бронхитах вирусной этиологии. Не нужно назначать, потому что человек взрослый или ребенок просто кашляет. Зачастую у него совсем другое происхождение этого кашля, и там нужно совершенно другую помощь оказывать. Антибиотики, если не будет такое употребление, какое у нас сейчас есть, то есть зачастую сами люди принимают, иногда в аптеках, что категорически запрещено фармацевтам рекомендовать какие-то препараты без назначения врача. А иногда и доктор, может быть, так сказать, немножко не подумав, назначает антибиотики тогда, когда не нужно. Мы придем к тому, что у нас будут заболевания, которые не смог же мы лечить, потому что антибиотики не будут воздействовать на те микроорганизмы, которые их вызывают. То есть придет так называемая доантибиотиковая эра. Так вот как раз формуляр, о котором мы сейчас рассказываем, о котором мы, в общем-то, пытаемся достучаться до сознания, что он именно направлен на то, чтобы улучшить состояние. И каждый человек может зайти и посмотреть, этот препарат имеет доказательную базу или нет. Очень простое. knf.kz. И еще хочу сказать, что пока включены только те препараты, которые отпускаются бесплатно. До конца года будут включены все препараты, которые имеют доказательную базу. И я желаю вам лечиться рационально, грамотно, не тратить много денег и всем быть здоровыми. Спасибо вам большое. Хотелось бы напомнить, что в нашей студии была директор Артюбинского филиала Ассоциации семейных врачей Казахстана Татьяна Петровна Стрецова. Спасибо вам большое, Татьяна Петровна. До встречи. Спасибо.